здравствуйте это я к нашим зрителям обращаюсь но в принципе это вопрос который задается тоже начинается с этого слова здравствуйте подскажите пожалуйста как разрулить в следующих ситуациях с потенциальным работодателем или рекрутером то есть такой можно сказать набор практических таких маленьких вопросиков вот по разруливанию давайте будем разруливать что мы разрулим назначена дата телефонного интервью как ее правильно перенести в случае необходимости перенос даты интервью телефонного ли живьем ли значит перенос дата обычное дело то есть ничего тут такого нет стесняться не надо персональный совет составит в том что если вы действительно интересуетесь и вам хочется вам надо и так далее переносите на более раннюю дату то есть если скажем вы не можете там прийти или приехать или я не знаю созвониться вот значит вы пишите или звоните у вас с каждым из рекрутеров есть или там ну с кем вы общаетесь есть какой-то способ основное общение либо это по имейлу происходит либо в skype либо телефонный какой-то обмен поэтому вот этим каналом которым вас контактируют и в котором вы отвечаете значит вы говорите я там очень извиняюсь у меня здесь не получается давайте перенесем там допустим на час раньше на день раньше на неделю раньше давайте но раньше не позже почему потому что я видел ситуации неоднократно когда вот день раньше или день позже выливалось то что находился другой человек и я вас уверяю ни у кого нет времени лишнего там еще с пятью разговаривать когда уже есть человек и можно его брать прямо сейчас и все то есть это очень часто бывает поэтому я бы переносил на более ранний срок вот если меня спросить следующий вопрос такой выслана тестовое задание рекрутером но она слишком сложно для тебя окей как правильно отказаться от него но тут два момента есть значит отказаться очень просто выглядит спасибо большое значит но вы можете сказать это это для меня слишком сложно например вы можете сказать спасибо большое я в другом месте получил уже оффер значит почему я бы сказал слишком сложно потому что вместо того чтобы сказать что у меня уже есть оффер просто если есть оффер то ты с этим рекрутером как бы закрыл отношения на ближайшее время если ты говоришь для меня это слишком сложно ты оставляешь окно какое-то для того чтобы он тебе предложил позицию более простую то есть это не значит это эту работу не можешь делать тоже никакую не можно другую да придут поэтому значит я я бы то сказал для меня это сложно это не мой уровень это слишком синер там и так далее а чего такого то это что мнение перед девушкой там рисоваться то ну рабочий вопрос для меня сложно я не вижу проблем сказать что для меня это сложно если вы считаете что этот рекрутер у него есть одна позиция никогда больше там но не то что никогда в ближайшее время значит не от него ничего ожидать не нужно сказать спасибо большое я не заинтересован а может и просто не делать и ничего не говорить тоже ничего не будет то есть способов уйти вот выполнение задания много если бы вы меня спросили вот из всех возможных вариантов какой более правильный более правильный вариант попытаться сделать это задание пусть не полностью пусть частично пусть хоть как-нибудь но приложить максимум ваших возможных усилий может быть вы будете две ночи там спать по два часа делая это задание может быть вы поднимите на уши там какие-то форумы я не знаю там тусовки профессиональные так далее обыщите там весь google но во первых это даст вам какой-то рост во вторых это может произвести очень сильное впечатление я знаю очень много таких ситуаций когда человек не мог сделать но он показал что он вот как-то так сильно погрузился там и так далее и и может получиться а к моменту когда вы уже на интервью до попадете вот вам рекрутер дал но вы там что могли сделать это может оказаться для достаточно для интервью а уже когда вы приедете на интервью уже принесите так чтобы уже она работала там чего дали вот и это произведет неизгладимое впечатление я это вижу постоянно поэтому я говорю у меня ребята это ведь начинающие вот с кем я работаю и ну они не могут серьезные вещи так вот сходу но я вижу как им дают какую-то более-менее серьезную задачку и они несколько дней на дней карпат забыв обо всем на свете и в итоге люди обалдевают для 1 и предлагают им позиции ну то есть вот в местах недорогих там типа майами или там я не знаю день там в окрестностях лос-анджелеса они получают на пик первая работа там двадцати там двух трехлетние люди получают там по восемьдесят тысяч первая работа просто потому что вот они проявили такие бойцовские качества и они не знают много я вас уверяю уж совсем немного идем дальше есть два оффера первые мало денег очень интересная работа второе значительно больше денег так себе работа ищем 3 я ведь не знаю ваших критериев того что такое работа интересно для меня существенным является не то насколько она интересна а то насколько она в техническом плане вас выводит на какую-то новую орбиту то есть если бы я например получил какое-то предложение и я понимаю что я делаю эту работу выхожу на какой-то новый уровень то мне уже это было бы интересно другое дело что когда вы работаете не всякое предложение даже с возможностью выхода на новый уровень является привлекательным то что вы просто не хотите двигаться в эту сторону это отдельная ситуация но поэтому мало денег интересно вообще я бы так сказал в сегодняшнем мире так много работы и так мало людей которые в состоянии ее делать что конечно вы можете найти работу и интересную и с нормальной денежкой из перспективы и это все абсолютно не сложно но бывают ситуации когда выхода нет бывает что вот допустим тебе нужно срочно на работу потому что ты не работаешь тебе надо платить там я не знаю там моргидж или там что-то биллы твои и ты уже берешь ту работу которая упала но просто потому что тебе некуда дебаться поэтому самое лучшее время для поиска работы это когда у тебя есть работа ты не как быть не находишься в таких стесненных обстоятельствах туфли не жмут значит и так ищешь то что для души у меня вот случай был я вам рассказывал у нас паренек он в марте проходил интервью в гугле он там был контрактором консультантом ему предложили постоянную позицию и потом с марта с апреля значит ждал чуть ли не до октября когда реально значит смог выйти на постоянную позицию вот так бывает знаете поэтому а ему хотелось вот так что а представьте себе что он это время например не имел бы работы пока что он должен был бы делать но взял бы ту какая есть вот вот собственно и все там я бы я бы искал 3 если есть как бы возможности это делать все на этом у нас вопросы вопросы черпан написано спасибо за ответы так и с у нас с нашим удовольствием